Приходит Вовочка в школу, голова забинтована. Учительница спрашивает, что случилось? Вовочка отвечает, моча в голову ударила. Учительница недоуменно, это как, Вовочка, да просто ночной горшок в голову прилетел. Супружеская пара пенсионеров, проезжая на собственном авто мимо придорожного ресторана, останавливается пообедать там. Пообедав, они отправляются дальше. Когда они проехали около 40 километров, старушка вдруг обнаруживает, что забыла очки на столе ресторана и говорит об этом деду. Тот с большой неохотой разворачивается и всю обратную дорогу ругается, кричит на супругу, упрекает ее в рассеянности, распаляясь все больше и больше. Наконец они вновь подъезжают к ресторану, старушка выходит и, когда ей остается сделать пару шагов до двери ресторана, дед кричит ей вслед, слышишь, раз уж ты здесь, захвати тогда заодно мою шляпу и кредитку. Учитель после урока говорит ученику. Вовочка, завтра без родителей в школу не приходи. Тот подумал и отвечает. А послезавтра? Мать ругает сына. Вовочка, ты почему вчера не был в школе? Мальчик отвечает. А я подарок учительнице делал. Мама недоуменно. Какой подарок? Вовочка продолжает. А у нее вчера был день рождения. Вот я и решил, пусть отдохнет без меня. Приходит девочка домой после школы и говорит. А мы сегодня маму рисовали. Мама уточняет. Так вы же и в прошлый раз маму рисовали. Девочка продолжает. А учительница, как войдет в класс, так сразу орет, рисуйте, вашу мать. Учительница спрашивает Вовочку. Почему ты вчера не был в школе? Вовочка отвечает. Моя сестра венчалась. Учительница продолжает. Хорошо, только смотри, чтобы этого больше не повторялось. Женщина на лавочке. Мужчина подходит, подсаживается. Через некоторое время говорит. Вы, наверное, учительница. Девушка отвечает. Да. А как вы догадались? Мужчина продолжает. А у вас лицо глупое. Женщина обиделась. У вас тоже лицо глупое. Мужчина грустно. А я тоже учитель. Учитель в школе просит детей рассказать, у кого дома какие домашние животные. Ну там, у кого кошка, у кого собака, у кого рыбки. Рассказывает Танюша. У нас кошка Фанька, она добрая и ласковая. А еще, вот я сама не видела, но мама говорит, что к папе иногда приходит белочка.